Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня мы обсудим возобновление роста по компаниям из сегмента хай-тек, это произошло. Также обсудим, что происходит на рынке, ну и как мы договаривались на прошлой неделе, я покажу тоже свой инвестиционный портфель, как он себя чувствует, да, и что я делал в последнее время. Ну, а собственно ключевая тема, как раз, о которой мы сегодня будем говорить, это то возобновление роста, которое сейчас происходит по индексу NASDAQ. Та коррекция, которая была там последние несколько торговых сессий, она вероятно сейчас завершается, да, на фоне прохождения нового пакета стимулирующих мер, должны до 14 числа его подписать, чтобы полностью, ну, чтобы успели как раз к завершению предыдущего пакета. Ну и также сейчас идет снижение роста доходности десятилетних облигаций, что также сказывается на вновь возвращении капитала в рисковые активы, именно в акции. Но, как мы с вами видели, то падение, которое было, оно больше было связано с хай-тек компанией, потому что, опять же, рост доходности облигаций, он, ну и потенциальный рост процентных ставок, он вызывал опасения с точки зрения роста долговой нагрузки, потому что большинство компаний, которые работают в сервере хай-тек, они имеют, ну, достаточно большую долговую нагрузку, конечно, не все, но многие, особенно там начинающие компании или компании, которые недавно вышли на IPO, для них этот фактор, он довольно-таки важный. Собственно, этого тоже боялись и инвесторы. Собственно, вчера мы видели продолжение начала данного отскока, индекс NASDAQ снижался за последние несколько недель на порядка десяти процентов, но вчера мы видели почти 20 процентов по Tesla, Amazon 3.8, да, но в целом NASDAQ вчера прибавил порядка 4 процентов, да, около 3.7. Соответственно, на этом фоне как раз идет возвращение притоков капитала в данный, в данный сегмент. И что в этой связи тоже важно, здесь нужно понимать, что все циклично, да, то есть, если мы говорили там в марте прошлого года о том, что хай-тек, да, рост быстрее всего, а компания из реального производства или банковский сектор, он, да, он рост, но рост медленно. И вот как раз сейчас самая большая коррекция была по хай-тек. Собственно, сейчас была неплохая возможность как раз для того, чтобы добавлять в свой портфель те акции, которые были из сферы хай-тек, потому что эта коррекция бывает, да, ну не сразу по всем инструментам, как мы видели там, опять же, в марте прошлого года, но в данном случае приседал именно сектор хай-тек. А также, например, Кэти Вудс в своих сообщениях, которых сейчас масса там по всем информационным ресурсам, Кэти Вудс и ее фонд ARK Invest, да, они довольно-таки сильно просели, потому что они вкладывают в инновации, да, в инновационные компании. У них есть и Tesla, и Roku, и Square, да, и много других компаний. Так вот, собственно, они для себя видели эту возможность, как докупить в свой портфель, да, в свои те, в свои фонды еще акции, что, собственно, она и делала. Поэтому сейчас как раз вот момент был довольно-таки интересный, потому что вряд ли мы можем ждать там просадку на 30%, на 40%, да, чтобы закупиться еще лучше, но в любом случае, если 10%, то это уже там скидка 10% на те акции, которые выдерживают, возможно, по каким-то инструментам она была еще сильнее, да, где-то была там 30%, где-то 40% по отдельным сегментам, поэтому это тоже важно для себя учитывать. Давайте теперь посмотрим непосредственно по рынку, да, что сейчас происходит. По евро у нас продолжается падение, собственно, здесь, как я говорил, то есть я для себя рассматриваю здесь переход в новую фазу именно нисходящего движения, поэтому здесь я буду для себя рассматривать вход именно только на понижение на текущий момент, пока цена не уйдет, ну, по крайней мере, выше февральских максимумов, поэтому коррекция, которую будет, ее я торговать не буду, но буду заходить на продолжение снижения данного тренда, поэтому сейчас тоже по евро нужно быть крайне аккуратным, да, в данном, в данном ключе. По британской валюте здесь мы довольно-таки неплохо скорректировались, да, пока здесь нет изменения тренда на нисходящий, да, по крайней мере, я его не вижу, да, с точки зрения нового таймфрейма. Да, конечно, мы упали ниже, чем, в принципе, падали там, ну, в процентном отношении ниже, чем мы падали там, фактически, с сентября прошлого года, и пока, пока все еще я рассматриваю данную ситуацию как возможность войти на покупку по данному инструменту, поэтому здесь пока поставил отложенный ордер, сработает, не сработает, как бы покажет рынок, но, тем не менее, то здесь в покупки я бы вошел, в принципе, можно было входить еще чуть выше, но, опять же, поставил ордер на примерно середине движения, которое было в понедельник. Собственно, если дойдем до этих уровней, то в британскую валюту я бы вошел, да, по текущим уровням. А пара американский доллар, канадский доллар, вот с одной стороны, да, у нас тренд нисходящий все еще остается актуальным, да, он все еще сохраняется, но текущие уровни не выглядят, ну, не самое интересное для того, чтобы входить на понижение, потому что мы торгуемся, ну, фактически по справедливой цене, да, прямо сейчас. Если будет еще один уход вверх, то, опять же, где-то вблизи, там, локальных максимум, которые были в феврале, я для себя вход на продажу по данной валюте тоже, безусловно, рассмотрю. Пара американский доллар, японская иена. Вот здесь у нас, ну, мы увидели этот стремительный рост, да, который идет, фактически, уже второй месяц. Собственно, здесь я уже говорил о том, что тренд поменялся, да, то, что мы видим на дневном таймфрейме, поэтому покупки здесь в приоритете. Шортить доллар, иену здесь я не буду, поэтому жду коррекцию, пока она еще не произошла, она все еще сохраняется, движение восходящее, и те коррекции, которые будут, ну, та коррекция, которая здесь произойдет, и по ее завершению будут заходить на продолжение роста, пока данный тренд удерживается. По австралийцу, по австралийцу была неплохая коррекция, мы находимся все еще в области поддержки, то есть мы пока еще не ушли ниже минимальных значений, которые мы видели в начале февраля, поэтому уровни для покупок довольно-таки неплохие, но если будет этому подтверждение, будет сигнал на вход. Пока его не произошло. Были попытки вчера, да, закрепиться выше максимума, которые были в понедельник, но день открылся опять с коррекцией, и вполне вероятно, если это произойдет сегодня, то в австралийц тоже я поставлю отложенные ордера, и в австралийц буду заходить, то есть, ну, опять же, если цена дойдет до моих отложенных ордеров. И то же самое по новозеландцу. Опять же, мы находимся на уровне поддержки, с текущих уровней я бы рассматривал вход, ну, а если мы пробиваем ниже данных значений, то тогда уже будет развиваться уже нисходящая формация, тогда буду рассматривать для себя уже заход на снижение, да, то есть, в рамках нисходящего тренда. Но пока, опять же, у нас восходящий тренд удерживается, да, на текущий момент. Золото. Золото продолжает снижаться, да, то есть, в рамках дневного таймфрейма мы видим тренд на снижение. С точки зрения числа у таймфрейма, да, здесь произошел небольшой отскок. Чуть позже, да, чем я рассчитывал, мой стоп-слосс сработал, да, цена ушла там чуть ниже на несколько пунктов, и после этого золото отросло. Сейчас я входить уже в новые покупки по золоту делать не буду, да, так как в данном случае сделка не реализовалась. В любом случае, если эта коррекция сохранится, да, то есть, если эта коррекция восходящая продлится там несколько дней, может быть, неделю, то уже по ее завершению буду заходить опять на продолжение снижения, да, то есть, на продолжение нисходящего тренда. По индексам, ну, индекс DAX, вот, собственно, Европа чувствует себя неплохо, ну, опять же, на фоне снижения и ограничительных мер в ряде стран и в улучшении в целом ситуации. Но DAX сейчас торгуется по историческим максимумам и, собственно, не так плохо себя чувствует, как американские индексы. Поэтому здесь тенденция восходящая, да, сохраняется. Покупать сейчас, ну, не совсем имеет смысл. Коррекции, которые будут, да, имеет смысл рассматривать как раз для входа на продолжение данного тренда. По S&P, по S&P тоже довольно-таки быстро откупили то снижение, которое было, но, опять же, чуть позже, чем я рассчитывал, то есть, моя цена, моя сделка, которая была, она не сработала, которые в конце февраля открывались, но в целом сейчас S&P 500 продолжает, продолжает расти. Поэтому сейчас, опять же, ставил я, да, отложенные ордера, которые у меня стояли там в понедельник, мы до них чуть-чуть не дошли и сейчас пока движение восходящее у нас реализуется. В целом мы видим, что по S&P тренд восходящий возобновляется. Мы видим, что в рамках часового таймфрейма третью сессию подряд тренд восходящий здесь удерживается. Ну и нефть закономерно после того роста на фоне атаки дронов на хранилище в Саудовской Аравии, то есть того максимума, который был, ну, ожидаемо у нас идет коррекция, но в целом пока тренд сохраняется восходящий, да, с точки зрения нового таймфрейма. Вполне вероятно, что в область 64 можем еще подупасть, но с точки зрения часового таймфрейма у нас сохраняется как раз коррекция. То есть после того, как понедельник у нас открылся, данное движение тоже продолжается вот именно в нисходящем формате. Ну и теперь, как я обещал, давайте посмотрим, что происходит в инвестиционном портфеле. Сейчас я тоже переключусь на свой второй счет, да, то есть счет, на который я как раз покупаю акции, каждый месяц его пополняют, это инвестиционный счет, и я делаю покупки. Пока ни одной акции я из которых покупал там за последний год, да, то есть я как раз начал в марте это делать, а пока я никаких изменений нет, ну, в плане закрытия, да, то есть я или добавляюсь, но никакие акции, никакие позиции пока не закрывал. И в целом, да, то есть если посмотреть, сейчас загрузится как раз в терминале, то есть это тоже MetaTrader 5, и здесь мы как раз сможем посмотреть, что произошло. То есть фактически та коррекция, которая была, она никак не затронула компании, которые начали отрастать там последние полгода. Это компании из финансового сектора, да, компании из как раз производства. Ну, сейчас вот загрузится, я покажу. Здесь, опять же, подход он такой, что я каждый месяц, да, пополняю счет, делаю покупки, либо в тех акциях, которые были, или усредняюсь, собственно, по тем, которые есть просадка. Собственно, сейчас по текущим позициям, да, то есть сейчас вы можете видеть все акции, которые здесь. Самый большой плюс у меня по акциям Caterpillar, People's United Financial, X&Mobile, Archer Daniel Smith, то есть как бы это не хай-тек, но я тогда и не покупал хай-тек, потому что хай-тек уже отрастал, да, март, апрель, май, и я делал ставку как раз на акции из реального сектора, которые сейчас, в принципе, чувствуют себя довольно-таки неплохо. Baidu, Cisco, ну, Baidu я уже гораздо позже добавлял, Walgreens, Boots, Aliens и, соответственно, другие. Если посмотреть акции, которые просели, то это как раз компания, например, Alteryx, давайте вот по тем акциям, которые были, тот же ExxonMobile, да, то есть на фоне роста как раз стоимости нефти, понятно, что и отрастают акции данной компании. Пока здесь, собственно, мы видим, что тренд здесь не меняется по финансовому сектору. Финансовый сектор очень долго лежал в таком боковике, да, то есть если посмотреть, заходил я здесь, и потом практически полгода вот этот боковик у нас сохранялся, затем я сделал еще одну докупку акций, и после этого как раз уже октябрь-ноябрь уже рост возобновился, то есть сейчас тоже акция довольно-таки неплохо прибавляет, плюс еще оплатит дивиденды. Арчел Дэниелс Мидлэн, то есть здесь тоже заходил я тут, и акции сейчас торгуются примерно по локальным максимумам за последние несколько лет. Собственно, тоже здесь рост продолжается. Righten Technology, компания из оборонной промышленности, да, то есть фактически пока все еще мы торгуемся примерно на максимумах июня 2020 года, то есть мы, заходил я здесь, как раз на разделение компаний, да, тогда две компании разделились, ну, одна компания разделилась на две, и, собственно, здесь пока вот, ну, такой тоже боковик, но сейчас торгуемся примерно по верхней границе. Walgreen Boots Alliance, конечно, я не вижу здесь, ну, какой-то сильной перспективы данной бумаги, именно на долгосрок, но пока она подрастает, ее пока продолжают держать, вполне вероятно, что скоро ее скорректируют. По Caterpillar тоже продолжается рост, собственно, заходил здесь, и тендент, ну, тренд восходящий здесь довольно-таки явно просматривается, то есть, конечно, можно говорить, что акция уже с того времени практически 100% сделала, но пока ее тоже продолжают держать, плюс они также платят дивиденды. А Cisco, Cisco тоже покупала первый раз на просадке, затем была еще просадка, и затем уже, собственно, акция тоже подросла, хотя мы видим, что, собственно, вот как раз Cisco с середины февраля, да, вот мы видели вот это снижение, которое сейчас как раз возобновляется. Tyson Foods, тоже защитная отрасль, да, то есть, из сегмента производства продуктов питания, компания тоже очень долго лежала в боковике, сейчас уже несколько отскочила, то есть, по чуть выше 60 заходил, сейчас по 72. Apple, вот Apple, да, то есть, здесь я заходил после сплита, да, то есть, была коррекция, сейчас вот Apple как раз корректируется, поэтому, если бы были как раз свободные деньги, то по Apple я бы усреднился, но пока, возможно, если подойдем и к апрелю примерно по тем же самым ценам, то Apple я тоже усреднюсь. Alteryx, компания из, как раз занимается анализом баз данных, да, то есть, такой big, сегмент big data, да, можно сказать, да, облачные сервисы, и, собственно, здесь тоже заходил несколько раз, первый раз это было в октябре, я доделал покупку и докупился еще как раз в конце прошлого месяца, так как коррекция прошла, но компания генерирует большую выручку, она очень сильно нарастает, ну и, собственно, здесь я тоже продолжаю это удержать, то есть, это тоже идея на долгосрок. Palantir, Palantir я заходил сразу же после IPO, то есть, сразу же, как только компания стала торговаться в Admiral Markets, сейчас фактически уже больше 250% роста, но заходил совсем небольшим объемом, поэтому здесь, например, там, Palantir, она, ну, плюс-минус там же, где компания Walgreens Boots Alliance, где объем был практически в 10 раз больше, то есть, плюс-минус та же самая доходность, но, опять же, максимум был там в районе 40, здесь я, опять же, пока не буду, может быть, немного акций докуплю, то есть, там, по пару штук докуплю в свой портфель в следующем месяце уже, но, опять же, да, то есть, также продолжаю держать на долгосрок. SolarEdge, опять же, покупал на коррекции, сейчас еще одна коррекция произошла, и, в принципе, тоже были неплохие уровни для того, чтобы докупить, потому что локальный максимум был в районе 382, сейчас торгуемся по 279. Biogen тоже, ну, эта компания, она так традиционно висит в боковике, собственно, если будут какие-то позитивные новости, то, скорее всего, там, в область 400 она растет, продолжаю держать. Nikola, ну, это такая, скажем, самая рискованная позиция, наверное, которая у меня есть, да, докупал два раза, сейчас тоже в небольшом минусе находится, там, порядка 50 долларов заходил по 20, сейчас 15, но, в целом, если компания, у компании большой план на 2021 год, если она все-таки сможет их реализовать, то, опять же, потенциал развития ее области, ее сегмента в грузоперевозках с использованием водородного топлива, да, электрические двигатели, то тоже потенциал очень высокий. Alibaba тоже я покупал небольшим объемом, покупал как раз в декабре, сейчас мы, ну, плюс-минус торгуемся по тем же самым ценам, как раз на коррекции потенциал акций тоже довольно-таки неплохой. Baidu, да, Baidu тоже заходил, и, ну, зашел довольно-таки неплохо, да, тут небольшим объемом заходил, не тем, чем обычно, но акции уже практически удвоились, да, с того момента, когда я их покупал. Также я докупал акции Криспер, покупал Bluebird Bill, как раз Bluebird Bill, и по ним я позицию тоже усреднил в прошлом месяце. То есть, в целом, пока технологии сильно просели, да, то есть мы видим, что вот, в принципе, в красной зоне это технологичные компании, это биотехи, но в любом случае потенциал по их движению, он также остается. А вот как раз акции, которые были собраны из реального производства, они показывают большую стабильность, да, в данном случае, поэтому я у себя в портфеле, идея в том, чтобы комбинировать как раз акции доходные и акции роста, то есть, ну, вот, собственно, что я и делаю. Конечно, мы будем еще возвращаться к этому портфелю и в наших следующих выпусках. Если для вас этот вопрос тоже интересен, то напишите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось, но мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая неделя и что нам стоит ожидать дальше. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...